всем привет компания у им зап меня зовут михаил к нам приехала sorento prime про 40 тысяч пробега владелец приехал на диагностику ходовой профилактика шлицевого соединения полного привода масло в коробке воздушные меняем топливные меняем и начнем мы диагностики подвески посмотрим что и а ну и развал естественно раз проверим ходовку и будем от это отталкиваться надо бы что-то менять не или нет и будем говорится менять масло и смазывать шлицевого соединения начнем косточки вот она стойки саба соленблок редуктора видишь соленблок редуктора его на этих машинах рвет только один соленблок их два маленьких вот он один вот здесь 2 и 2 сзади больших но рвет только один не меняет никогда вот например 2 маленькие его не пройдет нагрузка идет только на 1 если что меняйте один но это и экономно и разумно говорится смысла нет 2 менять так смотрим дальше интересно будет тут расхождение с развалом крутится или нет закисло чем из по плавающему в колоды кто-то много целый косточки сейчас проверим целая 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 соленблок не оторван соленблок не оторван ну в принципе критичного нету ничего впереди стойки стабилизатора постукивать на лежачих на рельсах а сзади соленблок редуктора желательно заменить чтобы нагрузка как сказать чтобы он полностью держал его на 4 и в принципе можно его перегонять на развал и на развале мы поймем крутится у нас разваленные болты ну и естественно болты схождения это будет нам известно крутится они или нет так что сейчас пойдем скажем владельцу пускай он принимает решение будет и будет менять а мы пока продолжим снимать защиту сливать масло и добираться до полного привода для смазывания все нормально похоже тут надо смотреть видите запотевание может даже течет сальник сейчас снимем раздатку и посмотрим снимем пыльничек под пыльничком у нас есть один сальник который идет на провал а второй сальник это в крышке который не дает вытекать масло углового редуктора но сейчас снимем и посмотрим так ну как видите нам уже принесли стоки стабилизатора передние и соленблок редуктора оригинальный так что владелец согласился все это менять но мы продолжаем с полным приводом начнем сняли шаровую теперь достаем внутреннюю гранату точнее снимаем 3 гранат нас полмала сняли гранату уперли чтоб не мешалось теперь откручиваем пробовал заодно мы сейчас подшипник проверим на нем смотрим три болта на дизелях держится на 3 на бензинках на 2 снимаем с направляющей его так сам промывал не подшипник нормальный а тут когда-то что-то мазалось в нем когда-то что-то здесь мазали откручиваем кардан до мазаны все болты помазаны ну и саму раздатку всем известно что она держится на 5 болтах это у нас уже раздатка нового образца ну или рестайлинг кому как удобней она по сравнению с обычной уже чуть чуть меньше и они ушли от проблемы запотевания крышки которая была раньше на герметике и со временем сопривилась теперь эта крышечка стоит на резиновом колечке и минус одна проблема неудобно правда один ты еще один вот она раздатка о колечко нашел спасибо так ну что мы здесь делаем фонарик что мы за живым то колечко мы потом обратно поставим нет тут все хорошо видите вот все смазано вот она все смазано и причем смазка вот она ну не знаю передает виталий или нет но она мягко да она она не высохла ничего раздатка шлицы хорошие здесь тоже шлицы видно это здесь шлицы тоже видно что чуть-чуть ну как говорится они повернуты дыскать начальная стадия но криминала нет сейчас смажем и до следующей замены я блять аж свет потушкнел духа начинаем продувать отмыли мы раздатку отмыли мы коробку соединением смотрите владелец был год назад ровно проехал он за год 40 в 40 тысяч виду там около если быть точнее и вот еще раз он приехал мазать и и итог смотрите если вы можете дизель то 40 тысяч пробег шлицы здесь хорошие и там еще есть да я не отрицаю что там уже чуть-чуть они повернуты ну как говорится износ есть но в любом случае он будет то что пробег 140 но факт остается фактом то что когда вы можете полный привод ну соединениями виду то его на дольше хватает потому что если те люди которые завода вообще ничего не делали в основном на дизеле по статистике от 100 тысяч точнее 100 тысяч плюс минус 20 у кого как съедает корпус дифференциала и вот вам пример тот который мазанный корпус диффа 140 и шлицы здесь здесь есть так что итог лучше чуть-чуть затратится например там сколько там пять с чем-то тысяч смазать раз в 40 тысяч или в пару лет но у вас хватит на дольше шлицового соединения но это разумно потрачены будут вам деньги чем вы потом втухнете ну где-то на тысяч на 50 минут запчасти работа сейчас мы снимем пыльник поменяем один сальничек здесь стоит уже два сальника и заодно мы посмотрим здесь большой сальник который как я ранее говорил течет он или не течет так смотрите сняли пыльник это смазка посолнику и не видно это вот и два сальника и мы поменяем это на провал уже видишь как я говорил ранее она на нового образца не на герметике и здесь стоит уже два сальника внутри раньше здесь стоял только вот он один они поставили под ним еще второй но они так в разные стороны стоят так что сейчас пойдем скажем чтобы принесли нам сальнички ну хоть в принципе то нет этот можно думаю ставить то что такого критичного нету подтеков запотеваний ну что как я говорил вот они два сальника один поменьше другой побольше не стоит так распор не так не так вот так сейчас принесут нам два сальничка новый пыльник вставляем ставим вставляем сальники пыльник смазываем принесли нам ну оригинальное все естественно два сальника пыльник теперь берем это все обратно вставляем все мы его добили полностью и теперь вставляем пыльник тоже он нас в этот запрессовывается просто и все забиваете и все так ну все два сальника новых пыльник новый и у нас еще здесь будет замена масла сейчас мы здесь еще заменим масло откручиваем заливную пробку сливную пробку и с той стороны масло менять лучше сколько раз? масло в автомате вот мы будем менять рекомендуется например там хоть раз 50 тысяч механика 60-80 рассчитана ну опять кому если не жалко денег на свой автомобиль я бы рекомендовал вот 50 тысяч проехали в коробке масло заменили в редукторах ну в переднем и заднем заменили чтобы ну говорится сделать это раз и не париться именно по цифрам тут дело каждое хотя на механике можно и чуть подольше масло не темненькое масло светло стекает сружки нету пыли тоже нету но это получается знаете как типа лайфхак здесь проще вам залить будет на полу на полу на столу на столе кому как удобно здесь вы сразу зальете с канистры чтоб нагнетателем не играться а вот в заднем редукторе уже придется поиграться нагнетателем потому что у нас он на месте масло 75 на 90 фирму можете какую вам нравится вкус цвет ценовая политика как говорится что вам больше нравится и начинаем заливать а чтобы выставить просто поставьте раздатку ровно на пол вот она ровно и потекла надо значит еще долить видит медаль вот видите потекла все уровень есть сейчас закрываем вымываем это все пистолет все хорошо но руки лучше берем чистик это отмываем и продуваем ну что здесь у нас есть берем теперь вымазываем пальцы сейчас смазку и начинаем это все смазывать нас просто послужим тоже колечко стоит и теперь переходим мазать саму коробку промвал мы тоже шлицы смажем чтобы все это входило сальнички ходят что в сальник не закусила у нас в принципе здесь все есть все смазано теперь это собираем все в обратном порядке вставляем ее прикручиваем кронштейны и подушки промвалы карданы рычаг естественно смотрите опять же подведем итог владелец 1 100 тысяч мазал его шлицы еще есть теперь вот он еще 40 проедет и посмотрим в каком состоянии ну как говорится ради интереса мы вам его покажем через год-два сколько когда она ездит нам просто тоже интересно в каком будут состоянии соединения именно на коробке то что на раздатке очень хорошо пошли сам на коробке чуть-чуть уже есть но улица пробег дает о себе знать собираем все это обратно потом мы продолжаем менять масло в коробке в редукторе воздушный салонный развал так что вы подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока и и и и и